Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, 1 глава, 13 по 15 стих, и Евангелие от Луки, 1 глава, 39 по 41 стих. И вопрос, который мы сегодня рассматриваем, в какой момент исполнилось обещание Ангела. Сначала прочитаем об этом обещании. Евангелие от Луки, 1 глава, 13 по 15 стих. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Вот здесь обозначен вопрос, в какой момент исполнилась обещание Ангела, и Иоанн Креститель исполнился Духа Святаго еще в очреве своей матери. В Библии говорится только о двух людях, которые исполнились Духа Святаго в очреве своих матерей. Это пророк Божий Иеремия и Иоанн Креститель. Но церковное предание настаивает на том, что и сама Дева Мария исполнилась Духа Святаго в очреве своей матери. Иначе бы мы не праздновали Рождество Пресвятой Девы Марии. Потому что рождение обычным человеческим порядком, как сказано у Давида, в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя. А то, что происходит во грехе, не может являться оставанием для церковного празднества. Хотя мы, в отличие от католиков, считаем, что Дева Мария была зачата, и она причастна к первородному греху, но освящение ее происходит в очреве матери ее, иначе бы не было бы торжества о ее Рождестве. Также мы празднуем Рождество Иоанна Крестителя, о котором ангел сказал, что он Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Когда это произошло, в какой момент он исполнился Духа Святаго еще в очреве матери своей? И мы читаем это же Евангелие, Евангелие от Луки, эту же главу, первая глава, 39 по 41 стих. «Встав же Мария, то есть Пресвятая Дева Мария, во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету». Елизавета – это та, которая была беременна Иоанном Крестителем. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Духа Святаго». Через приветствие Девы Марии, которая сама была исполнена Духа Святаго еще от чрева своей матери, «Елизавета исполнилась Духа Святаго, и находившийся в ее утробе Иоанн Креститель, как ангел и предсказал, исполнился Духа Святаго в этот момент в очреве своей матери». Вот что значит «приветствие Пресвятой Девы Марии». Что это могло быть за приветствие? Обычное приветствие того времени – это слова, которые мы слышим за каждым православным богослужением. «Шалом алейхэм» – это по-еврейски, а в русско-славянской традиции «Мир вам!» И мы слышим за богослужением, как часто повторяются эти слова поистине духовного небесного приветствия. Таким образом, Дева Мария сама является залогом приятия Духа Святаго для других людей. И здесь мы видим, как через нее или совета и ребенок, который был в очреве ее, исполняется Духа Святаго. И в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, Дева Мария тоже была залогом Духа Святаго. Ведь сказано, что апостолы пребывали в Иерусалиме в общении с Девой Марией. И в ее присутствии, как первейшего залога Духа Святаго, Дух Святой сошел на апостолов. Таким образом, Пресвятая Дева Мария, она, исполненная Духом Святаго, еще от чрева своей матери, иначе бы ангел не приветствовал ее оба словами «Радуйся, благодатная». А чуть ниже ангел сказал «Сила Всевышнего найдет на тебя». Таким образом, получается уже два исхождения Духа Святаго. И в день Пятидесятницы третье исхождение Духа Святаго – то, что переживает Дева Мария. А мы знаем, что двойное помазание Святым Миром допускается только в том случае, когда человек становится царем, а третье не практикуется помазание в земной жизни. А Дева Мария исполнилась дважды Духа Святаго, став царицей апостолов, и трижды став царицей небесной. И как Христос является ходатаем за весь род человеческий, так и Дева Мария в Царстве Божием «Она предстоит одесную Христа, а ашую Христа Иоанн Креститель». Помните, как апостолы спорили, кто из них будет в Царстве Христа справа или слева от Него? И как мать сыновей Завидеева хлопотала за своих детей, чтобы они стали бы министрами в Царстве Христовом, один справа, другой слева от Него, в Его воцарение. Ну, она имела в виду земное воцарение. И православный иконостас со всей очевидностью показывает порядком расположения икон, что справа от Христа Пресвятая Дева Мария «Залог и начаток Нового Завета, а слева Иоанн Креститель, выразитель всей благодати времен Ветхого Завета. Ибо истинно о нем сказал Христос, что Иоанн Креститель больший из всех пророков». Таким образом, мы ответили на этот удивительный вопрос, в какой момент исполнилось обещание, данное ангелом Захарием, и связали это напрямую с приветствием Девы Марии. Дай Бог, чтобы ее молитва за нас, она продолжала бы струиться к престолу Христа, а Христос возносит все прошения к самому Отцу Небесному. Как и сказано, един ходатый и един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. Подписывайтесь на библейский портал «Экзекет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя. Спасибо всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok